Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Армянский тяжелоатлет Симон Мартиросян установил рекорд и стал чемпионом мира. Армения и армяне в Первой мировой войне. Я опровергаю подобные заявления. Артфун Ованисян о публикациях в азербайджанских СМИ. Рассказывают дети очевидцев геноцида против армян. Мост Миссиси возрождается. Уровень рождаемости в мире снижается. Армянскому центру немецких исследований Мэстропян 20 лет. Армянский тяжелоатлет Симон Мартиросян 109 килограмм стал чемпионом мира. Он завоевал золотую медаль на проходящем в Ашхабаде в чемпионате мира по тяжелой атлетике по результатам двоеборья 435 килограмм. В упражнении толчок он при первом подходе показал результат в 230 килограмм, установив мировой рекорд. При втором подходе же спортсмен поднял 240 килограмм, побив новый рекорд. Президент Западной Армении Армена Кабрамян поздравляет Симона Мартиросяна и заявляет, что Западная Армения гордится победами нового поколения. 11 ноября мир отмечает 100-летнюю годовщину окончания Первой мировой войны, в связи с чем в Париже будут проходить официальные церемонии с участием лидеров стран, участвующих в войне. Эта кровавая война является одним из самых обширных конфликтов в мире, который длился 1568 дней с 28 июля 1914 года по 11 ноября 1918 год и пообгубило почти 20 миллионов жизней. Сто лет назад ранним утром 11 ноября в Компиенском лесу под Парижем было подписано соглашение о примирении с одной стороны с победившими союзниками Антанты, включая Францию, Великобританию и Соединенные Штаты, и побежденную Германию. Все военные операции, начиная с 11 часов утра, в тот же день были прекращены. Армянский народ также принимал непосредственное участие в Первой мировой войне, и этот важный факт нашей истории всегда был в советское время скрыт. Сотни тысяч армянских бойцов по всей Европе участвовали в войне в коалиции Антанты, Франция, Великобритания, Россия, сражаясь против Германии, Австро-Венгрии и Османской Турции. Участие армян в войне сопровождалось великой национальной трагедией и славными военными победами, которые не оценены по достоинству. В Азербайджане в очередной раз пытаются исказить факты. Как передает News AM, об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арсен Ованисянт, комментируя азербайджанскую интерпретацию публикации в Bellingcat.com. В Азербайджане это восприняли как констатацию освобождения новых высот в Нахачеване. Я опровергаю подобные заявления как от своего имени, так и от имени автора статьи Масиса Ингелисяна. Ничего подобного Масис не говорил и не писал. Азербайджан не освободил ни миллиметра земли. Да, азербайджанская сторона продвинулась, но исключительно на своей части нейтральной территории, отметил Артрун Ованисян. Саак Мутафян, чья семья была свидетелем геноцида, рассказал о своей семейной истории. Дедушка и бабушка Моисей и Прус Мутафян из Вана. У них было пятеро детей. Остались только Санам и Вануш. Санам была замужем. Ее муж Карапет Мугдимян после смерти мужа Санам перебралась со своим братом Ванушем в Диарбекир, оттуда в город Акшиур в Конье. Здесь они меняют веру, меняют свои имена, Насания и Дурмуш. После Акшихира они были поселены в районе Ялвак, спартанской провинции, где Вануш был усыновлен. Асанам вышла замуж и переехала в Измир. Брак и усыновление становятся причиной вечного отделения выживших. В то время семь детей и одна женщина были доставлены в район Явлач в Спарте. Однако, согласно информации, некоторые из детей, которые были переведены из Батмана, изменили свои имена, потому что нет никакой информации об их настоящих именах в реестре, сказал он. По словам Саака Мутафяна, очень важно рассмотреть этот вопрос, особенно регистры 1924 и 1925 годов. Сотни тысяч армян в эти годы потеряли связь со своими близкими, потому что в большинстве случаев они меняли свои имена и веру. В районе моста Миссиси, который называется город Бессмертных, после шести лет раскопок были обнаружены семи тысячелетние античные следы, сообщает Haberler.com. В результате раскопок, проведенных на мосту Миссиси, в Адане были идентифицированы исторические ценности, принадлежащие римскому, византийскому и киригийскому периоду. Мост Миссиси исторически важен как для Западной Армении, так и для мирового культурного наследия. Губернатор Юргира отметил, что сначала они думали, что в этом районе найдены трехтысячелетние находки, но в результате раскопок у моста были найдены предметы в 7 тысяч лет. После окончания реставрационных работ мы увидели, что здесь сохранились останки византийской, сельджукской и киликийской эпохи. В результате проведенных работ обнаружены находки исторического значения, сказал он. Член Римского международного исследовательского совета профессор Анна Лючия Дагата, ссылаясь на проделанную работу, отметила, что Миссис – это перекресток Востока и Запада. В контексте пересечения Запада и Востока Миссис имеет большое значение. Этот регион, имеющий историю родного города, представляет важную информацию о человеческой жизни и культуре в регионе, сказала она. Уровень рождаемости в мире снижается. Рождаемость в мире быстро уменьшается. В Западной Армении и во всех странах мира наблюдается снижение рождаемости. Согласно опросу ученых, уровень рождаемости в мире снизился с 1950 года. Журнал Lancet отмечает, что если уровень рождаемости в 1950 году составлял 4,7%, то в 2017 году он составлял всего 2,4%. Однако в докладе отмечается, что по сравнению с 1950 годом население мира утроилось с 2 млрд до 7 млрд человек. Конечно, снижение рождаемости имеет разные показатели в разных странах. Наконец, в более развитых странах уровень рождаемости является самым низким, например, в европейских странах, Соединенных Штатах, Южной Кореи и Австралии. В 2017 году рождаемость во многих странах, в том числе в Западной Армении, находится на низком уровне. Существует высокая рождаемость в Урфе, Шарнахе, Арарате и Муше. Кристофер Мюррей, профессор Института здравоохранения и развития Вашингтонского университета, отметил, что уровень рождаемости является немного тревожным. Напомним, что с момента геноцида, совершенного против армян Западной Армении, оккупированных с 1894 по 1923 годы, погибли 2 млн армян. 18 и 19 октября в Центра Армянских исследований Университета Мартина Лютера отметил свое 20-летие, сообщает Armenian Mirror. Университет Мартина Лютера является единственным в Германии. Он имеет специализированный центр армянских исследований. После признания геноцида против армян германским Бундестагом в 2016 году, общественный интерес Германии вырос над армянами, армянским языком, культурой и искусством. Было проведено несколько научно-исследовательских работ по теме геноцида против армян. 18 октября, кроме юбилея Центра Армянских исследований, отмечается 20-летие культурного соглашения, подписанного между Республикой Армения и Республикой Германия в 1998 году, а также 10-летие сотрудничества Университета Мартина Лютера с Ириванским государственным университетом. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Зартронг» песни «Сулухи» и «Крыс». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok